Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня среда и мы вновь с вами в программе Среда. Сегодня гость нашей студии депутат Государственной Думы Виктор Петрович Водоладский. Добрый вечер Виктор Петрович. И начать мы хотим с того, что вспомним и помянем погибших наших земляков вот в этой ужасной авиакатастрофе. Что скажете Виктор Петрович? Что можно сказать прошло 9 дней. Это огромная трагедия для всего Тихого Дона, для жителей Азова и Азовского района. Потому что погибли члены семьи Валерия Николаевича Бевзюка, жена и дочь, которых он очень любил. И естественно у него много друзей, товарищей. Поэтому все ему сочувствуют, переживают. И семья Пакуса, Игорь и Галина, которые были депутатом ЗАГСа Брания от нашего округа, опять же Азов-Изовский район. Это был семейный доктор, который всегда приходил всем на помощь. Заменить Пакуса будет очень тяжело. И царство небесное, вечный покой. Дай Бог, чтобы такие трагедии больше никогда не были на нашей Донской земле. И мы не теряли своих близких и знакомых. Мы присоединяемся к соболезнованиям всем родственникам и близким, и друзьям погибших. Но жизнь продолжается. И мы приступаем к нашей сегодняшней беседе с Виктором Петровичем. Итак, скажу сразу. Работать с Виктором Петровичем очень интересно и удобно. Вот уже 25 лет, как мы регулярно встречаемся в прямых эфирах, я думаю, он не меньший ветеран нашего канала, чем я. Чуть-чуть, чуть-чуть меньший ветеран, чем я. Скажу, начну с комплимента, может быть у нас пойдет дальше и дальше веселее будет. Что человека, который прошел все стадии роста, вышел на уровень компетенции, когда с ним можно разговаривать на любую тему, по любому вопросу, он знает это без бумаги, с ним не нужно согласовывать заранее вопросы. Он не пристает за неделю до эфира с тем, о чем будем говорить, а нет, давай вот так, а я не подготовился, а у меня нет на это цифр и так далее. У него все всегда есть. Вот что делает наша выборная с вами служба с людьми. Ну и это признак того еще, к тому же, что человек не отстраняется от нашей жизни и все обо всем всегда знает. Виктор Петрович, первый вопрос. Город Азов. Нам и в Азове нас интересует он. Последнее время происходили, последние полгода, вы, наверное, с полгода у нас и не были, у нас тут такие изменения, кадры туда побежали, потом обратно побежали, потом там и вдруг у нас раз и новый глава администрации. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, телерадиокомпания «Пульс» периодически приходила на мои приемы избирателей, и мы постоянно общаемся с вашими коллегами. То, что мы с вами не были в эфире, ну, это ваша беда, не приглашаете. Пригласили, я пришел. Что касается родного города Азова, для меня тоже, как жителя города, очень важно видеть, как происходят перемены в жизни азовчан, в социально-экономическом развитии нашего родного города, и почему сегодня вот те катаклизмы, которые существуют в стране из-за санкций, отражаются здесь, на нашей земле. То, что произошла смена руководителя администрации города, это, скорее всего, закономерность, потому что городом Азовом должен, именно исполнительной властью, должен руководить азовчанин, который знает все проблемы, который живет проблемами азовчан, который, идя по улице, не учирается общаться со своими земляками, сверстниками, старшим поколением. Мы получили, благодаря губернатору Василию Юрьевичу Головьеву, молодого, амбициозного руководителя. Ему сегодня очень тяжело. Он пришел не в те тучные экономические годы, когда бюджет консолидированный наполнялся очень быстро и активно, благодаря нашей промышленности, благодаря нашим предпринимателям, и можно было, и нужно было максимально вкладывать деньги в развитие нашего города, строить дороги, строить объекты социального назначения, помогать предпринимателям для того, чтобы сегодня, когда наступил трудный период, можно было на этой подушке безопасности спокойно пережить этот период, который наступил. Владимиру Валерьевичу не повезло. Я вспоминаю тот период, когда мы вместе с Певниевым пришли в администрацию города, когда была полная разруха, когда разрушилась система управления, и создали ту новую модель, по которой мы с вами жили. Наверное, уже только мы с вами можем помнить тот период. Да, я сейчас как раз немножко поностальгировал по этому поводу, вспомнил те времена, когда Пульс был, Пульс, телерадиокомпания Пульс, наша вот скромная, маленькая, была в числе, по-моему, первой тройки главных налогоплательщиков города, от налогов которых составлялся бюджет. Когда заводы избавились от всей инфраструктуры, когда нам все передали, гнилое, рваное, нехорошее, когда не было пенсии, когда не было детского питания, мы выжили, мы выстояли, и город был лучшим, не только в области, но и в России. Владимир Валерьевич попал в такую же ситуацию, и я уверен, что он пройдет этот период уверенно. Ему необходимо сегодня самому создать молодую такую же амбициозную команду, себе подобных. У нас в городе много активной молодежи, на заводах предприятия. А дадут создать команду? А надо, чтобы он настаивал. У него сегодня есть карт-бланш от губернатора, год, и должно быть доверие жителей. Жители должны за него стоять горой, если он будет все делать для жителей города. А это зависит только от него. Я считаю, что, возможно, если он не сломается, с него получится второй Измайлов. Это мое мнение, мое предложение. Вы знаете, совпали наше мнение. Очень интересный человек, во-первых. Во-вторых, слава Богу, честный, совершенно очевидно, честный, порядочный человек, не замаравшийся пока нигде ни в чем, невзирая на то, что на государственной службе, на нашей муниципальной, он уже лет 15, наверное, или 10, давно. А вот период для него очень напряженный и тяжелый, но это такая вот карма у нашего города. Нам то все идет как бы нормально-нормально, потом вдруг бац, лесняк. Четыре года жизни выпали в никуда. Потом опять нормально-нормально, относительно оно так идет-идет-идет, потом вдруг бац, щипелем. Ну и пошло, и пошло. Ну как это вот, и перепады. Ну сейчас вот, я надеюсь, третья попытка, третий адекват, третий адекватный руководитель города, будем считать так, если исключить все лишнее, то он, по сути дела, Певнив, Певнив бездольный, и Рощупкин третий. И, дай бог, надолго. Надолго, и я думаю, что при нем Азов станет развитым индустриально-туристическим комплексом. Могу сказать, что для этого у нас есть все предпосылки. Самое главное, есть поручение президента о развитии малого, извиняюсь, внутреннего туризма. Для этого необходимо. Каждое место туриста, это пять рабочих мест в городе. Поэтому здесь работа и для предпринимателей, и для обслуживающего персонала. Здесь необходимо иметь прекрасные, ухоженные дороги, чистые наши улицы и переулки. Здесь необходимо иметь отремонтированные и отреставрированные те музейные комплексы, куда люди будут приходить. Поэтому я понимаю, что сегодня, когда есть экономический кризис, и на это сегодня все упывают, это вот кризис. Ну, кризис самое главное, чтобы не было в голове. Это самое главное. Все остальное по плечу. Все остальное можно и нужно решать. Самое главное, что те предприниматели, которые сегодня будут приезжать в город Азов со своими идеями и предложениями, они должны видеть думающего руководителя, болеющего за свой город. И самое главное, уверены в том, что именно привлечение таких инвесторов будет развивать город. Это будут экологически развитые комплексы. Ну и самое главное, что каждый гражданин, каждый житель города должен от каждого инвестора иметь уверенность в своем благополучии каждой семьи. Вот когда каждая семья увидит, что новый мэр для него конкретно сделал то, что ему необходимо, тогда будет. Вот сегодня у нас проблема управляющих компаний. Я когда провожу прием в городе, ну у меня половина жалоб это на управляющих компаний. Половина. А в области, я вам приведу один пример, в Ростовской области, так, за февраль месяц 3200 жалоб на управляющих компаний. Вот поверьте, за один месяц 3200. Поэтому, исходя из этого наплыва, Виктор Ефимович Дерябкин, как руководитель фракции Единой России, создал открытую площадку, открытую трибуну. И сегодня взяли мониторинг, что сегодня происходит. Для того, чтобы смоделировать ту новую форму работы управляющих компаний, которая должна быть выгодна людям, в первую очередь. И инициатива в законодательное собрание после работы этого мониторингового центра будет обличена уже на уровне законодательных инициатив субъекта. А там, где касается федерального центра, то мы, как депутаты Госдумы от Ростовской области, быстро и оперативно будем насти все поправки. Вот замечательно, потому что, вы знаете, мы смотрим на наш город, а долги за тепло привели к отставке целого главы города, которые росли, который как бы должен был что-то делать. А что он должен был делать, если воруют откровенно в управляющих компаниях? Проблема этих долгов как за тепло, так теперь сейчас за воду в городе есть проблемы. Она на 90% связана с тем, что в управляющих компаниях воруют. А где посадки? Алексей Михайлович, мы когда-то в одном эфире чуть-чуть затронули эту тему, и я тогда вам доказал, да? Не то, что доказал, а на пальцах разложил, как бывший директор теплосетей, это предприятие по своей сути и форме работы не может быть убыточным. Оно создавалось со мною для того, чтобы оно было прибыльным всегда. И оно должно быть прибыльным. Но те 90 миллионов, которые сегодня числятся как долг перед газовиками теплосетей, это, наверное, больше половины кто-то умыкнул. Ну кто-то. Мы знаем, что они потерялись на отрезке от плательщиков, от наших граждан, до теплоэнерго. Отрезок этот занимает наши замечательные управляющие компании. И разобраться, и понять в этом, ну у нас же есть система бухгалтерии, все дела, есть у нас АБЭПы, есть прокуратура и всякое такое, но где посадки, господа? Ну это, наверное, не особо крупные, а сверхкрупные размеры, а никто, в общем-то, не пострадал до сих пор за это. Так они продолжают выкручивать руки людям. А дальше, да, дальше должна быть нужна законодательная инициатива и какие-то новые, более внятные, суровые законы, которые лишат их этой возможности. Я думаю, что Рощупкин, как новый руководитель, который нигде не замешан, не замаран, создать нормальную аудиторскую проверку для того, чтобы выявить, где были потеряны эти деньги, почему городской бюджет постоянно выделял в течение нескольких лет, компенсировал убытки теплостям, тем самым мы с вами налопотельщики активно кому-то вложили деньги в карман. Кроме того, что мы платили за диплом, мы еще платили за то, чтобы потом его еще раз платили из нашего же бюджета. Вместо дорог, вместо всего. Кстати, о дорогах. Та проблема, которая всегда на всех эфирах, приемах звучит. Вот могу сказать, что Расчупкин добился в этом году, что полностью будет отремонтирована Севастопольская улица, это будет проспект. И второе, если вы еще помните Вартазов, Алексей Николаевич, улица Черноморского и Васильева, внизу рыбкомбинат, план железной дороги. Прекрасно. Вот там будет новая асфальтированная дорога, в этом году сделана, и деньги уже выделены, для того, чтобы грузовой поток замкнуть, который идет на все эти наши приемные пункты, зерновые и иные транспортные, минуя город. Виктор Петрович, это вообще-то абсурд, о котором мы говорили давно. Нам построили новую дорогу. Огромное спасибо, все шикарно, замечательно. Помню, я много раз говорил, вы говорили, бездольный говорил, еще на начале ее строительства все мы пытались добиться, чтобы продлить ее, перед Мичуринцем до Каганитской шоссе. До Каганитской шоссе. Что мы сейчас имеем? Весь Больший груз идет по новой дороге, сворачивает сюда, от Мичуринца, в Азов, через весь Азов, так сказать, проезжает по той стороне железной дороги, и обратно идет туда. А кое-кто идет и через город. мы сейчас видим проблему, вот последние недели, это серьезная проблема, люди выступают и ругаются, строящийся судоверф, возят песок через жилой сектор, уже там и дома трещат, и все такое. Слава Богу, судоверф строится, здорово, но как бы людей выручить, ну вроде бы Рощупкин мешался, там что-то пытается... Вот я сказал, что будут эти отрезки строиться, и мы полностью город освободим от грузового транспорта, полностью 100%. Ну нам не построить эти 6 километров за счет бюджета города. Почему? А это деньги тоже не бюджетные, которые Рощупкин выбил с областного бюджета, это деньги областного бюджета. Областной бюджет получил с федерального бюджета на реконструкцию и текущее содержание автомобильных дорог в Ростовской области. Но все равно, вот я никогда не прощу и никому того, что сделали с нашей портовой зоной. Когда, если помните, метанол начали, начали борьбу против метанола, а инвестор-то был, вы же были замом тогда, да? А инвестор-то был, он же предлагал нам что? Он предлагал несколько миллионов денег, он предлагал строительство дорог, он предлагал строительство КНС, если я не ошибаюсь, еще чего-то. Был инвестор, добросовестный, приличный инвестор. Но нашлась, вылезла такая, мразь, извините, которая не дала, и вот у Певниева тогда не хватило решимости это сделать силой. А после этого все остальные пошли втихую. После этого гораздо более вредных, опасных и неприятных портов, терминалов возникло, выросло у нас там, но они уже никого не спрашивали. Уже они поняли, что если спрашивать у людей, то найдется какой-нибудь идиот, который возглавит борьбу против этого. Вот я сейчас, кстати, мы перейдем к следующей теме, чуть попозже. Я в том числе сейчас тоже борюсь против прогресса. Но тут прогресс гораздо опаснее. О другом. Ну что ж, Виктор Петрович, будем надеяться, что нашему новому градоначальнику удастся это. Я только могу пожелать Владимиру Валерьевичу терпение. Попытаться занять позицию более жесткую. Я знаю сейчас, сколько так называемых старших товарищей приходят вас учить жить. Ну, ну все мы такие. Мы все, кто вот жизнь прожил, кто опыта, якобы, как бы опыта набрался. Живите своим умом. Может быть, действительно, у вас получится лучше, чем у тех, кто приходит учить. Ну вот. Так же и в кадровой политике. Согласны? Сто процентов, потому что, как я всегда говорю, когда люди идут по корне росту за счет своих знаний, за счет своего умения. Вот Расчупкин такой же. Он себя сделал сам. Он никому ничего не обязан. Поэтому он должен максимум выложиться для города, чтобы город говорил, нам повезло, что у нас такой градоначальник. Ну, поймайте, можно же нарваться. Поэтому вот мы, старики, мы должны ему помочь и должны его защитить. Ну, чтобы наверняка кто-нибудь сейчас начнет говорить, что как он не слушает таких уважаемых людей. Ему сказали, вот возьми этого на работу, а он не берет. Ну, как же так? Ну, так же делается у нас, Виктор Петрович. Вот если он не возьмет, значит он себе прибавит еще головной боли. Пять баллов прибавит. Да, вот мы с вами, мы с вами, мы старики, ветераны, должны ему помочь это сделать. Ну, давайте посмотрим, как жизнь сложится. Виктор Петрович, началась весенняя сессия в Государственной Думе. Думе, вы депутат. Это крайняя сессия, последняя сессия этого созыва. Вот, и я надеюсь, крайняя сессия нашей Государственной Думе, когда решения принимаются правительством, Госдума во главе и в большинстве нашей Единой России замечательной эти решения штампуют. Я надеюсь, что следующие выборы сентябрьские нам дадут присутствие оппозиции в Городской Думе, в Государственной Думе, что появится реальная оппозиция, появятся люди, которые будут хоть что-то там говорить. Сейчас так. Это не только мое мнение, это мнение очень-очень многих людей, что Государственная Дума полностью свою функцию не выполняет. Алексей Михайлович, мнение людей зависит от средств массовой информации. Мы сегодня заложники вот того экрана, который смотрим каждый день. И вот какие новости оттуда идут, как это зомбирование происходит, так и выдается все на горах. А что у нас с экрана выйдет? А вот то, что вы только сказали, что Единая Россия штампует. Нет, нет. Единая Россия не штампует. Мы песчинка в сфере средств массовой информации. Ну, мы не говорим о пульсе, мы говорим о общей системе. А вот что идет в наших СМИ, так это, значит, если она родила без мужа, то там надо делать анализ ДНК, если кино, то у него обязательно его ударили по голове, он потерял память, а она родила от кого-то из ДНК. А если политика, то это ущи вокруг роги. И все. Вот это, извините, мы зомбированы. Это не телевидение, это не средство массовой информации, это средство о Госдуме. То, что там у нас происходит, это вакхана. давай о Госдуме. А теперь давайте о Думе. Весенняя сессия работает Думы очень успешно. мы принимаем по мнению людей непопулярные с их точки зрения законы. А куда вам деваться? Но мы принимаем эти законы только лишь для того, чтобы сохранить полностью работающий комплекс реального сектора экономики. Мы принимаем те законы, которые позволяют не разрушить сегодня систему управления Российской Федерацией. Мы принимаем те законы, которые обеспечивают 100% национальную безопасность государства. И понятно, что когда некоторые очень грамотные в кавычках политологи говорят, что вот Дума могла бы не принимать этот закон, а принять другой, да, если бы мы приняли этот закон, то мы бы разрушили полностью систему бюджетирования социальной сферы. Мы бы разрушили все то, что сегодня у нас работает. Я уже говорил о санкциях, которым исполнилось два года. И эти санкции, конечно, отражаются на каждой семье, потому что здесь зависит полностью система взаимодействия государства и гражданин. И, естественно, сегодня мы принимаем эти законы для того, чтобы был нормальный баланс. Но эти санкции, когда люди говорят, а когда эти санкции закончатся? Завтра, послезавтра? Я могу четко вам прогнозировать. Эти санкции закончатся в 2018 году. Мы уйдем из Донецка и Луганска? Нет, они закончатся тогда, когда мы выборы сделаем президента Соединенных Штатов. Россию. Соединенных Штатов мы в ноябре выберем кого-то, кого нам надо. Кого нам не надо, к сожалению. И когда США, Госдеп и сегодня их шавки европейские государства поймут, что им не удалось Путина свалить, что российское общество перед внешней угрозой очень четко сементировано. Это доказывает наша тысячелетняя история российского государства. Каждый раз это происходит 70-100 лет вокруг России. собирается всякая нечисть, которая щелкает зубами, потом они получают по этим зубам, уползают свои норы, через 50-70-100 лет снова появляется какая-то проблема и снова Россия дает отпор. Ведь сегодня в мировом самосознании каждого человека, который в том числе на Западе, Россия сегодня это единственное государство, которое борется со злом. мы несем добро. Вот и дума сегодня, как бы это не звучало сегодня с экрана, мы несем сегодня добро, принимая те законы, которые позволяют сегодня выдержать и сбалансировать систему работы и наших предприятий, и наших предпринимателей, и защитить все слои населения. Поэтому мы такие законы и принимаем. я как зампредкомитета по обороне могу сказать, что сокращая бюджет, мы ни в коем случае не сокращаем бюджет на оборону. Да, это самый большой бюджет в мире. Нет, самый большой в Америке. Я имею в виду на душу населения. И на душу населения тоже в Америке. Ну, не знаю, не знаю. Насколько я знаю цифры, примерно 40% бюджета это силовые ведомства наши, включая оборону. Это 40%. А учителя и врачи социальная сфера это в общей сложности где-то 13 или сколько процентов? 72,4% социальные статьи нашего бюджета. 72,6% можете спокойно просчитать. Бюджет России открыт, там все видно. Оборона тогда. Оборона находится сегодня на втором месте. У нас самая многочисленная милиция в мире и не работает. То есть полиция. Полиция у нас работает. Если бы она не работала, то вы бы на улицу не выходили. Сегодня главк Ростовской области находится на третьем месте по раскрываемости всех преступлений. Это значит люди оценивают. Если мы раньше с вами были в эфирах и у нас на первом месте, что было? Безопасность человека. То сегодня на первом месте вышла ЖКХ. Вот на этой замечательной ноте давайте перейдем к следующей. Как работает наша милиция? Давайте же мы о бюджете поговорим, чтобы люди знали о том, что мы приняли уникальнейший бюджет по АПК. Вам же как винограды это интересно? Ой, замечательный бюджет. Спросите меня, сколько я получил субсидий, помощи и так далее? Получите. 200? За два года ноль. Я говорю за этот год. Мы же говорим о сегодняшней весенней сессии. Сегодняшней, да. Вчера министр сельского хозяйства сказал, что мы все 117 миллиардов бюджетного финансирования на субсидирование раскасуем в течение апреля. Как они хотят успеть? Вот у меня еще никто ничего не спросил. Тебе надо? Первые деньги в Ростовскую область уже пришли. Алексей Михайлович. Это я четко... А мы что-то в сторонке. Алексей Михайлович, я кроме того, что зампредкомитета в Пароне, я еще и лечен членом комиссии по контролю за расходами бюджетных средств. Здорово. Быть членом и председателем. А я как раз... Поэтому я знаю о том, что а, финансирование открыто. Да. Сегодня первый и единственный наверное министр сельского хозяйства Ткачев, который в открытом эфире отчитывается и показывает куда по каким статьям где не уходит. Это раньше была закрытая тема. А дальше начинается сложнее. А дальше проходит все в область. Сюда. И сегодня... И вот на этапе от областного минсельхоза до фермера что-то рассасывается куда-то в бока. Никуда не в бока. Всего получили до копейки. Когда мы говорим на закон о акцизах, Вот сразу завтра у нас повысится цена хлеба там, яблок, огурцов и все остальное. Ну, когда Ткачев сказал о 117 миллиардов, это прямые деньги. А всего 237,2 миллиарда первые такие деньги на АПК. В том числе 6,8 миллиарда на разницу акцизов, которые должны были, по идее, повысить стоимость дизельки и солярки. Этого не будет. Дмитрий Петрович, дай бог. Такое есть сегодня. Мы с нашими 20 гектарами как-то вот сидим и ждем. Когда же нам как бы нам чуть-чуть помогли. Когда-то я помню лет несколько назад мы говорили о ужасающем состоянии нашей культуры. Помните был вопрос? Вот на сегодняшний день мы две недели назад приняли закон в первом штине, который позволяет... Неужели Кобзон и Пугачева перестанут быть главными у нас в нашей культуре? Сегодня мы приняли закон, который позволяет любому руководителю предприятия, любому предпринимателю жертвовать на муниципальные отделы культуры. И это будет налоговый вычет. Представляете? Это хорошо. Это очень хорошо для нашей культуры. Если бы только сделать это по-умному и не просто тупо, чтобы вот комитет по управлению имуществом, как это было у нас совсем недавно, вот так по разнарядке предприниматели. Иванов Петров Сидоров, мы проводим фестиваль, праздник, все такое, нам нужны деньги. Ну-ка, быстренько, ребята, сбегали туда, помогли нам провести фестиваль. Потом говорят, мы, город, мы, мэрия, провели фестиваль. Здорово! Предприниматели пропищали, скривились, запили это дело водочкой и пошли дальше ждать, что будет. То же самое теперь с культурой будет. Значит, предприниматели у нас хорошие, дружные люди, которые будут теперь не налоги платить федеральный областной бюджет, да, а дали на развитие культуры. Мы сделали... Законодательная инициатива, внесите, что предприниматель вправе сам определять, кого из, какой из коллективов или талант поддерживать, езди налично. Самое главное, что там есть и частные культурные музеи. Частные тоже туда направляются. Я, например, хочу поддержать вот того, который не входит в обойму муниципальных артистов какого-то... Мы с вами коснулись дороги на Черноморский, а вот у нас еще есть дорога по Каландавинску вниз, где с правой стороны должен был, по идее, бывшего правочархиерия построиться монастырский городок. Новый правящий архиерий митрополит Меркурий принял решение, что там монастырь это сегодня затрата, проблематично и мы вчера вечером вместе с благочинным отцом Александром, отцом нашим Сергием и руководством города выехали на место для того, чтобы определить новую концепцию этой зоны и там будет построен предтеченский духовно-культурный центр. Казачий опять. Ну, без этого никак не получится. Это наша история. Но самое главное, что туда будут ездить туристы, там будут и гончарные мастерские, там будут и кузницы, там будет все полностью. Хорошая тема. Это проблематично, это будет затратно. За чьи деньги? Будем заниматься, я в том числе. Ага, все понятно. То есть, вот как я только что говорил, предприниматели помогут, но за вычеты уже хотя бы, да это Бог. Я буду через федеральный центр, это интересно. Ну, кстати, в двух словах об окончании строительства культурного школы при храме, что отец Александр наконец-то достроил, молодец. Правильно, когда мы построили полковой храм, затем рядом с ним идею с отцом Александром мы высказали о строительстве просветительского центра, он построен. Вчера мы обсудили с ним развить данную территорию, сделать рядом этнографический ландшафтный комплекс, детский спортивный комплекс, чтобы наши дети от 3 до 18 лет могли туда приходить, могли спокойно там заниматься, могли изучать историю малой родины, когда президент говорил, что патриотизм национальная идея российского государства, то патриотизм строится в первую очередь к любви своей малой родины. Там спортивный комплекс, это там, где сейчас выгоняют скейтпарк? Нет. Там парк для скейтбордистов, где они их оттуда выкидывают, а что будут? Там ничего не выбрасываются. Выбрасывают. Вот сейчас есть такая проблема в городе. Это связано с футболом 18 года. А я говорю, где у нас построен центр духовный. Вы город знаете? Нет, я немножко передернул, простите. Ну, зачем вы передернули? Что-то мы делаем, мы вот планы строим, строим, а потом приходит какой-то футбол, который козов, ну да, ну там поиграют две или три игры на новом стадионе. Любой чемпионат мира Европы, это в том числе определенный локомотив экономики того государства или того города, где это проводится. Спасибо за аэропорт и дороги, да. Дальше, второе, на этом месте, где парк, ни одно дерево не будет спилено, все остается как есть, будет наоборот красивая, познавательная, этнографическая площадка. Мы с вами забыли краеведение, Алексей Михайлович. Но скейтбордистов человек 50, которые... Да это далеко совсем, Алексей. Теперь они поедут в город и будут на пешеходных переходах таранить автомобили. Ничего подобного. Настолько я знаю, что сегодня... Есть решение. отдел спорта Сапин занимается тем, чтобы перейти временно на площадку. Есть решение, да. Да, и все. А потом вернутся на свои места. Поэтому у нас все нормально, все развивается. Виктор Петрович. И Успенский храм будет построен. Вот Успенский храм, правильно, сняли с языка. Успенский храм как бы затерли тему, выборы за выборами идут и все в предвыборный период боятся эту тему все же в конце концов расшевелить и принять какое-то наконец решение. Некое строительное лобби, в котором состоят люди из прошлого, из 60-х, 70-х годов, которые вот так вот рвут на груди рубаху, орут. Мы построили этот город. Скажите, что красивого вы можете назвать в нашем городе, построенное в 60-е, 70-е годы. Что вы можете назвать? из того, что является собой архитектурно, привлекательное. Что сломали, мы знаем. Храм сломали, кинотеатр, прогресс, октябрь сломали, красивый, и так далее. Много чего сломали. Сейчас добиваем здание бывшей городской правы. Уже оно рассыпается. А что построили? Ничего не построили. Так вот, они говорят, что вот Ленину под задом храм ставить нельзя. Ну, давайте Ленина убирать. Но в конце-то концов пора решиться на это все. Арсений Викторович, город Азов это сосредоточение всех эпох и всех периодов. Поэтому, когда мы говорим об Азовском сидении, то в федеральном бюджете в агентстве Ростуризма уже есть строка финансирования Азовского сидения. Это уже прогресс. Это здорово. Раз. Второе. Когда мы говорим о том, что необходимо восстанавливать все то, что было разрушено, это как раз есть Успенский храм, который будет украшением города. Ни в коем мере он не будет таким огромным, как и был. Он будет компактный, но красивый. Есть период Советского Союза. Да, есть революция, есть Ленин. Мы тоже жили при этом. Они друг другу не мешают. Я еще памятник Сталину помню. Это эпоха наша. Поэтому, когда мы говорим об эпохе, то не надо ничего разрушать. Нужно созидать всегда. И тогда будет добро. Ну, а вот у нас, вот видите, созидатели 60-70-х годов, они говорят, нет. Вот как мы вам настроили бетонных коробок, особенно вопиющее здание типографии на центральном бульваре, промышленное здание. Вот так вот вы и должны жить. Это красиво. Вы не понимаете, вот здание педучилища некрасиво, первая школа фигня, кинотеатр мы вообще сломали. Храм был, некрасиво, а вот эти коробки, это красиво. И вот они пытаются нам это втюхать, а в нас что-то не лезет оно. Никак. Поэтому Госдума приняла еще один закон в части культурного наследия. Как раз это касается жителей нашего города. Когда они строят жилые дома или объекты предпринимательства, то сталкиваются с проблемой раскопок аркадрических. То на сегодняшний день в новом федеральном законе, который принят во втором чтении, надеюсь, что в конце апреля он будет принят в третьем чтении, что все, что находится под землей, это не является объектами культурного наследия. И все на усмотрение администрации города, муниципального образования. То исходя из этого, когда президент Совет Федерации подпишет, то у главы города появится полная возможность сначала выделить деньги на проектировать, оставить деньги, нужные городские, ни рубля на средство храмов не должно привлекаться с бюджета, где люди платят налоги. Сначала он выделяет решение о выделении этого места под проектирование. Идет проектирование, это не менее года. Затем экспертиза, затем необходимо, пока не будет на счете хотя бы 50-70 миллионов рублей, нельзя начинать строительство. Нельзя. Именно, жесткое условие. Короткие сроки, не построили, снесем. Как делает сейчас иногда Собянин в Москве. Взял и ломает такие уже, казалось бы, здоровенные. Поэтому, если разложить, как я сказал, этапы, то к строительству храма теоретически можно приступить к конец 18-го, начало 19-го. Сейчас эти еще выборы пройдем, чтобы шурах упоминал. Я просто сказал, что нужно въяснение шурах, а нужно четко и внимательно пройти. Виктор Петрович, не могу не остановиться на здании бывшей городской управы Надзержинского. Вы знаете, ее постигла та же самая участь предвыборной паники. То есть, тогда средства массовой информации перед теми выборами сильно шумели. Наш комитет по управлению имущества Гаяне Давыдова его пыталась пристроить с аукциона, пристроила своим друзьям соплеменникам, которые сразу же повесили на него вывеску продаю. Так он стоит, разрушается, уже сыпется совсем. Вывеска продаю висит, конечно же, никому он его не продаст, потому что он обременен совершенно нелепыми условиями, которые прописало туда Министерство культуры Ростовской области. А именно, я очень плотно занимался, я хотел его выкупить, хотел выкупить и восстановить, но условие у меня было простое. Я его выкупаю, мы разбираем его до фундамента, строим заново из тех же кирпичей, какие будут целые, воссоздавая фасадную часть, один в один, только новенькую. Иначе его не спасти. Но эта метода никак не проходит, потому что не получается жирного куска, прикормленным при Министерстве культуры нашим реставрационным организациям. И в итоге мы имеем, что до конца лета это здание не доживет, надо что-то делать. Уважаемый Алексей Михайлович, Государственная Дума это гибкий адаптированный инструмент принятия федеральных законов и принятия поправок в закон. Поэтому есть федеральный закон о культурном наследии Российской Федерации. В статье 15 основ данного закона несны изменения, части вас касающиеся, которые только что озвучили. Потом сегодня у отдела культуры города Зоа есть полное право изменить те решения, которые были приняты ранее. Но вы правильно сказали, в Москве это уже делается. Необходимо при строительстве любого объекта, который там будет, восстановить фасадную часть, которая была на картинке. Вот и все. И все. И казалось бы, почему это... Это уже есть, Алексей Михайлович. Ну, я расскажу подробнее. Два это года назад. Мы это приняли всего лишь месяц назад. Два года назад я всерьез заинтересовавшись этим объектом. Хотелось сделать для города что-то приятное, красивое и восстановить этот объект. Я нашел строителей, нашел каменотесов, которые кирпичи потепилили, нашел конструкторов, которые срисовали полностью весь фасад на миллиметр. Вам дали право. Да. Когда я сказал, иначе как разобрать его полностью и заново собрать строго по чертежам, этого сделать невозможно. Мне сказали, нет, нельзя. Можно теперь. Теперь можно. Но у меня деньги кончились. Теперь будем собирать, ждать. Успеет он развалиться. Но чертежи у меня есть и фотографии тоже. Так что, когда он развалится и буду жив, может быть, или я возьмусь, или еще кто-нибудь. Будьте живы и сделайте. А так, извините, спасать репутацию свою, продать его кому попало, которым он нафиг не нужен. Им, насколько я понимаю, владеет сейчас наследники Гамлета. Я не знаю, кто. Ну, Гавина Владимировна решала так вопросы в городе нашим, к сожалению. Вот мы с вами затронули тему поддержки предпринимательства, санкций, и заодно мы, как бы, так тормознули наших правоохранителей. Ни для кого не секрет, что наши силовые ведомства продолжают, невзирая ни на что, ни на какие-то там громкие выступления Путина, правительства и так далее, продолжают прессовать малый бизнес. Вот события, произошедшие на нашем рынке не так давно, когда весь рынок повергли в панику, скажем так, кавалерийским налетом наших силовиков, милиционеров. На одного из предприятий, да, он недобросовестный, да, он так, но надо же наверное как-то это решать по уму, что скажешь? Могу сказать о том, что то, что происходит в нашем городе, естественно, мне как жителю города известно. Я здесь живу, никуда отсюда не деваюсь. Поэтому то, что произошло на рынке, я считаю, что это, к сожалению, если это подтвердится, это плохо, что это просто заказуха таким обывательским языком. Простая, обыкновенная заказуха. Конкурентная. Ну, или кто-то кого-то обидел. Может быть, человек пришел туда покупать, проверяющий или чего-то, а его вдруг неправильно посмотрели, не поздоровались. Ну, разные, может быть, ситуации. Ну, я не хотел бы, чтобы именно из-за этого происходили такие катаклизмы среди малого предпринимательства. Что касается конкретики данного вопроса, любой предприниматель, который работает на рынке, ларешники и так далее, и так далее, они приезжают, получают, закупают товар на оптовых складах. И там должно быть все, лицензирование, там не должно быть никакого контрафакта. А если эти склады находятся под чьей-то, извиняюсь, крышей, и отдают нашим предпринимателям то, что они заказывают, но без определенных документов, то предприниматель является заложником. Поэтому правоохранительным органам нужно искать начало этой ниточки. Дырявая таможня, которая пропускает тысячи тонн. Вот поймайте, они могут прийти к нему, к этому предпринимателю, на рынок, и сделать контрольную закупку, купить шубу, потом проверить ее, и разорить его. А почему они не пойдут на оптовую базу, не сделают контрольную? Нет, там умеют договариваться. Поэтому заказуха правильная, Виктор Петрович. Поэтому приемная на Петровском работает, Барановский Сергей Рябинский, мой помощник, всегда там. Те предприниматели, которые приходят с твоими жалобами, проблемами, мы им максимально помогаем. Если придут по данным фактам, мы тоже будем помогать, и сделаем запросы и в Генпрокуратуру, и на Колокольцем ВВД. Пожалуйста, обращайтесь. Я избран от Азова для того, чтобы помогать любому гражданину города Азова. Виктор Петрович, я вообще-то обычно ставлю опыты, мне удобно, простите меня, товарищи мои, наши телезрители, мне удобно говорить о том, что я сам попробовал. Мы сейчас ведем строительство серьезного объекта, агропромышленного комплекса и так далее, и столкнулись с проблемой, естественно, какой? Подключение к источникам коммуникации. если наши энергоснабдители Южной Осетии сделали все за три дня и ноль рублей, водоканал выкручивает руки, похоже, там есть лесные работники, но делают тоже более или менее все разумно, то наши газовики почему-то решили, что мы должны обеспечивать корону для невесты Гуцериева или свадебное платье, как вы знаете, там свадьба была прошедшая, выходные, мы должны купить им или мы должны им платить их гигантские зарплаты на счет. Почему я об этом говорю? Потому что заявка на подключение одного котлака для отопления вот такого вот помещения к трубе, которая лежит вот здесь прямо подо мной, вылилась в получение тех условий в размере закройте уши и уберите от экранов детей, потому что будет сейчас истерика, в размере 5,5 миллионов рублей. Можете представить, объект, который весь в строительстве стоит 4 миллиона, для того, чтобы подвести к нему газ, который находится прямо тут же на нем на объекте, то есть это кусок трубы, там 10 метров, нужно Газпрому нашему заплатить 5,5 миллионов. Какое предпринимательство, Виктор Петрович? Какое развитие агропромышленного комплекса? Какие санкции импортозамещения в этой ситуации? Где оно? Почему у людей даже просто вот рука поднимается написать такую цифру фермеру, там же заявка от крестьянско-фермерского хозяйства? Ну посмотрите, что это? Ну как это может быть, Виктор Петрович? Отвечать? Конечно. Как это может быть? Спасибо, Алексей Михайлович. Вы упомянули несколько энергоресурсных предприятий, которые выдают технические условия на подключение к своим сетям. в каждом техническом условии делается четкое описание или замены водопровода примерно на больший диаметр, чтобы у вас было нормальное давление. Делаются расчеты, почему это делается. Если вам необходимо поставить КТПшку не 0,4, а единицу с учетом ваших нагрузок, это все просчитывается. Вы даете нагрузки свои. Здесь есть тоже. Вот так и здесь. Скорее всего, те, которые выдавали, ну, во-первых, Гусырев, Газпром не имеет отношения. Ну, Гуцериев там это раз. Баташев, ну, типа того же. Баташев, как ростовский наш. У нас Узденов. Узденов, да. Узденов, Баташев, Гуцериев, в общем. Это разные все вещи. Ну, да. Поэтому, когда вам выдали технические условия на 5 миллионов рублей, может быть, не 0 приписали по уходе? Да, 2 приписали. Вообще-то, по факту, там, тысяч на 50 работают. Поэтому вам должны были выдать технические условия, что входит. Не вопрос. Я должен построить, азифицировать половину города Азова. А, исходя из этого, должно быть четкие расчеты, что именно ваш котел понизит давление в среднем, трубе среднего давления и низкого, к примеру, на... Та труба, которая лежит подо мной, прямо, труба 76-й диаметр, идет на одну только единственную заправочную станцию, и то ее отрезали, а она сейчас пустая. То есть, вообще никак не используется. Вы же меня дослушаете. И когда мы это все расписали и написали такую цифру, то вы полное имеете право подать заявление в ФАС, это в первую очередь, потому что Газпром является единоличным. Хорошо, и будет толк. Я хочу, чтобы их выгнали оттуда. Чтобы выгнали оттуда тех людей, которые позволяют себе такое скотство. Второе, Алексей Михайлович, на Петровский приходите, пишите заявление. Петровский к вам. Да. Хорошо, напишу. Я вам будем помогать. Напишу. Я сейчас обратился к обмотсмену, у него тоже волосы встали дымом. Правильно. Наш ростовский. Это нереально, это... Волосы встали дымом, он говорит, вы что? Не может быть, вам ноль приписали, два нуля. Вот так и вы же говорите. А у них нет, у них, понимаете, уровень осознания уже такой, что 5 миллионов, это что за деньги? Если у невесты Гуцареева один палец, там же Гуцареева и нас Гуцареев 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 и о нашем батюшке Доне мы сейчас и хотим поговорить. Виктор Петрович, вот на прошлой неделе было заседание городской думы. Докладывали наши экологи азовские с большим отчетом о состоянии реки Азовки, о Доне, о том, что надо бы Азовку почистить, уже лет 25 разговоры идут. Хорошо бы нам Азовку почистить. И вы знаете, что меня удивило? Ну думаю, вот городская дума, 20 там с чем-то человек сидят. Вот. Сейчас они об этом начнут говорить. Сейчас они обсудят эту слободневную тему, которая будоражит уже несколько месяцев, будоражит всю общественность всей нашей области. Это предполагаемое строительство Багаевского гидроузла. Что это такое? Сейчас уже успели протащить в правительстве почти решенный вопрос, перегородить дон в районе Манычской, впадение Маныча, забрать туда наверх всю воду. В итоге здесь у нас станет еще мельче. И если вы пробовали пару-тройку раз соленую воду из крана, то будете пить ее теперь непрерывно. А дон в наших краях, вот мы на него смотрим, вот он величавый и широко, распахнулся. На самом деле, что такое Дон Виктор Петрович? Вы лучше меня знаете. Это вот река, да, вот сейчас пообмелела. Вот так вот идет, вот, вот, да, 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 вот так, вот, вот то, что будет у нас. А посредине будет канава, глубиной 4 метра, канава, шириной метров 40-50, где как получится. и по ней будут течь сточные воды, то есть канализация, судоходная канализация, вот что нам предлагают сделать. Говорят, что это в интересах судовладельцев. А кто у нас судовладельцы? Турецкие, мы с турками теперь опять дружим, или мы вроде как с ними не дружим, а где надо, там и подруживаем. и дарим им за наше бюджетное 20 чем-то миллиардов, дарим это. А я внес предложение на заседание там в Ростове, а может быть давайте за эти 20 миллиардов уберем вообще все плотины с Дона, реконструируем все, и пусть они свои суда делают, как в Европе, где по Рейну, по Дунаю ходят корабли с осадкой 1,6 метра, а нам надо 5 метров, потому что они мало возят. Вот это я как раз там и выступал, спорил с ними. Виктор Петрович, что такое, что делается? Алексей Михайлович, вот вы вводите смуту, да? Не смута, это паника. Панику, да. Это паника, у меня уже паника, потому что они это продавят. Когда была паника, мы отступали до Москвы, паника закончилась, и мы вошли в Берлин. Так и здесь. Касаясь наших депутатов, они беспокоятся депутаты городской думы за благополучие жителей города Азова. Что касается реки Азов, которую, да, необходимо очистить, с учетом того, что там необходимо делать рекреационные зоны, и один из депутатов или кто-то из администрации города сказал, что необходимо в бюджете иметь энное количество миллионов рублей, чтобы сделать проектно-смертную документацию, в первую очередь, для того, чтобы потом она прошла экспертизу, и затем ее защищать уже в агентстве водного хозяйства и получать финансирование на очистку. Денег таких в городе нету. К большому сожалению... В области есть. К большому сожалению, Алексей Михайлович, ни вы, ни депутаты не знают, что проект уже сделан. Сделан предпринимателем. Сто процентов четкий... Тем, который Шерхов построил этот за ЗОК ресторанчик. Никаких ресторанчиков. Они обещали нам почистить. Я не знаю, кто вам обещал. Когда их пускали строить ресторан пивной, они обещали почистить. Обманули. Обманули. Это совсем другой предприниматель. Это тот человек, который хочет помочь городу. Он в ближайшие дни будет встречаться с Рощупкиным. Привезет этот проект, который уже есть. Теперь необходимо только пройти экспертизу. Для того, чтобы в 17-й год мы попали в проект федерального бюджета на 17-й год. В областном бюджете денег немерено на эти цели. Вы знаете, что в прошлом году на расчистку русла Дона было выделено 160 миллионов. Из них освоено только 80. Половину денег вернули. Не смогли освоить. Почему мы не взяли? Мою бытность замгубернатора, я курировал этот вопрос. Мы осваивали 110%. А почему сейчас не взяли мы на Азовку из этих денег? Потому что проект будто бы не было. Задницу от кресла некому было оторвать. Естественно. Поэтому по Азовке все будет нормально и Азовка будет чистая и хорошая. Дальше переходим к той проблеме, которая сегодня звучит в различных СМИ о Багаевском гидроузле. Вообще-то общая программа, которая сегодня рассматривается по поручению президента, создана рабочая группа Министерства природных ресурсов, куда вошли все федеральные министерства ведомства, Минсельхоз, Минприроды, Транспортное, Ростехнадзор и, естественно, Минэкономики и Минфин. И от Госдумы туда ухожу я. Поэтому проблему я тут знаю. Мне уже не станут больше звонить типа Алексей Михайлович, что ты лезешь-то? Не жалко тебя, что ты лезешь-то паришься? Магистральный участок водного пути Нижнего Дона транспортной артерии Российской Федерации сегодня играет очень важную роль, особенно с Крымом. Но никто из тех, которые выступают, не говорит, что за это время Дон у нас уровень уменьшился на 1 метр 80 сантиметров. Мы еще меньше хотим. 1 метр 80 сантиметров. У нас сегодня нет нереста, потому что Дон не разливается. У нас сегодня Цемлянское водохранилище стало болотом. А плотина стала решетом. Сейчас трещит и скоро лопнет. Не лопнет. Деньги же выделены. Вот зря. Надо бы выделить на то, чтобы ее аккуратненько убрать. А если она лопнет, то у нас смоет Константиновский район, Узданевский район, Батайский, и часть Азова. И вернуть Дону Донова, что было. Дальше, Алексей Михайлович, вы потом будете пропагандировать сами то, что я вам скажу. будете моим рупором по этому направлению. Дальше. Метр 80 это катастрофа для городов Новочеркас, Шахты, Новошахтинск. С учетом засушительных периодов Дон не наполняется как положено. Цемла не наполняется как положено. Мы сбрасываем до нижнего Биефа воду. Естественно, там идут синие-зеленые водоросли. Летом там полнейшая вонь. Страдают сейчас мы их получаем. Страдают Михайлович, послушай внимательно. Страдают жители Волгодонска без воды, Новочеркас, Козов и Новошахтинск без воды. И поэтому в рамках поручения президента была создана данная комиссия, которая искала варианты, что необходимо сделать. Багаевский гидроузел, который будет построен, он, во-первых, а, первое, для цемлы. Цемла не будут сбрасывать, потому что она будет наполняться за счет естественных расчисток рек, которые заложены в этом бюджете. Мы поднимаем всего лишь на 2,45 уровень. У нас дон не то, что вы сказали, дырка глубиной 4 метра, а он идет полностью разлив, и мы восстанавливаем рыбохозяйственный комплекс, который... Откуда вода? Вода откуда? Я же рассказываю, Михаил, что... Мы перегораживаем реку, вода остается здесь. Вы внимательно... Растекается по полям, по болотам, становится болотом и испаряется. Ниже реки плечет тоненький ручеек. Откуда тут возьмется вода? Из моря. А в море откуда? Из Черного моря. Что? Соль. Ты же не слушаешь. Я не знаю, кто тебе это самое. Ты на Газдеп, наверное, работаешь. Я работаю на Газдеп. Вот обоснование экологическое. Это бред. Ну да. Самый настоящий. Вот это... Поэтому... Поэтому... Мы наставим как минимум. Алексей Михайлович, при строительстве Батайского... Оставить Батайского... Багаевского гидроузла. Во-первых, ЦМЛА не будет сбрасывать воду. Восстанавливается водный баланс. Во-вторых... Поэтому не будет сбрасываться. Во-вторых, мы делаем в этом проекте, который стоимость 38 миллиардов рублей. 38 миллиардов рублей. Где заложены деньги на расчистку малых всех рек. Раз. Мы делаем два рыбоводных канала, пропуск рыбы. Мы поднимаем уровень на 2,30. На 2,30. Поднимаем уровень полностью по акватории всего Дона. За счет того, что через Манныч будут здесь идти наполнения. И, естественно, мы восстанавливаем судоходный канал. Это судоходство. Это третий элемент спасения. Не то что... А проблемы. К сожалению, сегодня водный транспорт находится самый дешевый. Второе. Не все крупногабариты можно довести до Крыма, до других территорий. А это касается только лишь судоходного канала. и, естественно, я вам подготовлю расширенную справку, Алексей Михайлович. Не надо. Почему надо? Там чертежи, там деньги расписаны полностью. Мы восстановим миллиардацию. Выезжайте сегодня в Мартыновский район, это тоже мой избирательный округ, где раньше были тысячи поливных гектаров земель. Сегодня этого нету. А когда мы говорим о импортозамещении, то необходимо, чтобы у нас здесь были огурцы, помидоры, перец, чтобы были консервные заводы, работающие на нашем сырье. Не будут. Газпром не даст. Будут. Консервных заводов не будет, Газпром не даст. Уже идет проектирование в Семикракорах. Не дадут газ подключить. Дадут. Ну как? Дадут. Ну ладно. Виктор Петрович, я останусь пока при своем мнении по относительному... Если бы я знал, что будет сегодня такой расширенный вопрос, я вам сказал общие параметры. Мы с вами обсуждаем. Я на них ответил. И я надеюсь, что когда вы увидите документы, я надеюсь, послезавтра они вас будут на столе. Дай Бог. И вы почитаете. И дальше будете рассказывать людям, уважаемые, ошиблись, это добро. Сейчас я вижу то, что говорят люди, которые пришли, извините, представители, причем не главные, начальники, послали замов. И которые нагло нам врут. Ребята, да бросьте вы здесь. А потом еще звонят по телефону. Ты парень, не парься там зря на этот счет. Алексей Иванович, я могу здесь в эфире вам пообещать одно. Следующее заседание нашей рабочей группы будет 23 апреля. если к этому моменту ваша так называемая общественная экологическая группа, и я маленькую это пообещал, пообещал, дайте мне конкретные ваши беды или проблемы, будем так говорить, которых вы озвучиваете и говорите, это может быть. Может быть. Я обязательно это задаю на этой комиссии всем ответственным министерствам, получая ответы, и вы получите на каждый пункт или разъяснение, или оно будет принято к исполнению, что да, мы это не учли. Дай бог, дай бог. Но пока я вижу только то, что, в общем-то, волонтаристки принято решение. Вы пока ничего не видите, Михаил. Ни с кем особо не. Вы пока ничего не видите. Вот в этом же и проблема. Потому что программа, программа правительством еще не утверждена. Говорят, уже деньги выделили, уже все, пошел процесс. Значит, в консолидированном бюджете Российской Федерации деньги выделены по разделам на общий транспорт Российской Федерации. А вот тут туда выше не 22 миллиарда? Нужно провести экспертизу. Смотрите, такой план. Мы убираем с Дона, ломать не строить. Если надо там отмыть денег всем строителям, давайте не на стройке, а на ломании отмоем. Убираем с Дона все плотины. От самого Волгодонского канала. Вот. Как было в старину. Потом Азовскую Садоверфь уже начали переносить, строить. У нас в Азове возникает шикарная набережная, красивая в районе места Садоверфи. Новая Садоверфь начинает делать малотоннажные суда, которые будут ходить по Дону, по типу Рейна и так далее, где осадка 1,6 метра. Почему, блин, такая вот Европа вся изрыта судоходными каналами, по которым возят? Вот на дорогах в Европе не увидишь ни одного тонара с песком, щебнем, все по воде. Но, но, не пятитысячными судами, а 1200, 1600. Осадка у него полтора метра. И все у них получается, они все строят, все строится, живут, зажрались уже и хотят у нас что-то отнять, там, как говорят, эти вот Украину там отнимают, то еще что-то. В общем, враги они не зажрались, у них сейчас стагнация общества и развал общества в Европе. Потому что все построили и скучно. Вот, поэтому то, что касается малой осадки судов, где нет неволнения, где они не выходят в открытое море, это внутренние перевозки, внутренние, александр, а у нас не внутренние перевозки. Именно так, а у нас суда река моря изобрели мы. Для того, чтобы развивать нашу экономику. Вы сравнили шавку с овчаркой. Чтобы в Пермском крае залить нефтью и прямо в Италию, в Турцию отвезти. Для того, чтобы восстановить то, что было раньше, давайте откажемся от телевидения. Ну, хоть одного канала. Давайте восстановим нашу железную дорогу, по которой все возили. Давайте откажемся от машин. Вернем дон. Уживой транспорт. Давайте вернем дон и сделаем так, как было. У меня вот не было цемлы, я себя помню. Вот таким пацаном. Я в апреле месяц, вот такое вот время уже чуть попозже. Я выбегаю из дома каждый день, каждое утро в трусах, зачерпывал вот так из ведра жменю черной икры, вот так вот размазал по морде и побежал мне на полдня, хватило я сыт. Я хочу вот этого, чтобы было, чтобы у меня в коридоре ведро икры стояло, как было в 50-х, в начале 60-х. Чтобы батя мой, мы вышли с ним в дон, к якорь кинули, и он вот так с очком по два чебака цемлянских, те, которые потом стали цемлянскими, они были наши, до цемлы. Вот по два штуки вот так кидал в лодку, а мы их вялили, чтобы в войну, о которой вы говорите, у вас же в вашем круглом печки чем-то пили? С медалью, таранкой. Таранкой топили печки, потому что... Чехонкой больше. Чехонью, да, но и с рыбой. Я вот этого хочу. Дурак я, конечно. А судоходство, извините, обогащать лукоил, который владеет половиной флота, или еще кого-то, чтобы они еще больше мне выставляли тех условий, когда вы бегали на дон без трусов и ели икру, в трусах, никто не думал, что вы будете... Иногда в ботинках, которые были одни на двоих спрятать. Никто не будет, что вы станете зажиточным предпринимателем. Ну, такая жизнь. Ну, вот ошиблись, блин, дали мне стать предпринимателем, еще и в телевизор пустили, чтобы я здесь выступал. Ладно, Виктор Петрович, это одна из тем. Другая тема, другая беда, которую еще пока не знаем. Давайте мы сделаем паузу и попросим дать нам маленький сюжет, который наши ребята подготовили. Мы пытаемся работать средством массовой информации, получать информацию вовремя, когда еще не поздно ее довести до всех наших граждан, чтобы они поняли размеры беды, которая нас подстерегает. Вот сейчас вот с Багаевской уже почти поздно. Ну, вот с этим, наверное, не поздно будет. Дайте сюжет, ребята. Нам бы хотелось знать во всех подробностях этот проект, кого он затронет, чьи поля, какие хозяйства крестьянско-фермерские, какие колхозы, какие дачники тоже будут вынуждены, может быть, сместиться или вообще забыть о том, что они есть. Все возмещается, все в полном объеме. Все будет хорошо, передайте. Нет, 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 это очень общая формулировка, вы понимаете. Нужна конкретика, Кирилл. Я понял. Мне она не нужна. Вы извините. Я ваш номер записал, я передам, с вами свяжутся. Да, можно будет устроить, это как бы совместное, скажем так, заседание можно будет устроить и проектировщики, и вот федеральной сетевой компанией представителей, подробно рассказать. С удовольствием, когда это возможно? Когда? Да, когда. Так, ну это мне надо посовещать с своими коллегами, тогда. То есть из проектного института завтра будет на совещание в Ростове проходить, я этот вопрос подниму, давай. Хорошо. И к обеду меня набирайте, я вам информацию уже дам. Сегодня было совещание, но тут как бы проблемка нарисовалась. У нас и у проектировщиков подписано соглашение о неразглашении данных по объекту. По чему еще раз? По объекту, по объекту. Так, так. Соответственно, как бы нам, ну, скажем так, запретили какое-либо общение на тему этой линии. Вот. Тут как бы вариант только как бы непосредственно с заказчиком связываться, можно официально обратиться, подготовить письмо. И у них есть пресс-служба, может подъехать человек и, соответственно, дать исчерпывающую информацию. Но, может быть, какое-то конкретное контактное лицо вы порекомендуете? На руководителя РЭА, российского энергетического агентства. Думаю, что российское энергетическое агентство не будет возражать, выделят они представителя своего, то есть они подчиняются, они являются подразделением Министерства энергетики Российской Федерации направят кого-то, кто сможет дать информацию исчерпывающую по объекту. Я сразу же ваш запрос передал Министерству энергетики, потому что они на следующей неделе, якобы, на следующей неделе вам, я так понимаю, могут помочь. В общем, по всем вопросам строительства Крымской ЛЭП, Крымского энергомоста обращаться в Министерство энергетики. Вот по этим телефонам. Это будет и эффективнее, и оперативнее. Напишите в письме подробности. Так, в письме все написано и уже передано. А, вы переправили, да? Это не я, а переправило Российское энергетическое агентство, куда мы отправляли свой запрос. На сайте указанная. Еще раз простите? На сайте Минэнерго на почту указанная. Прошлите. Я так поняла, что уже поступило в пресс-лужбу. Я не знаю, я не видел. Вы не видели, да? Писала вам запрос, вы отвечали на него и спрашивали сроки съемки. Я на все ответила, отправила, но что-то тишина решила набрать вас. Да, вы знаете, пока что-то не дали ответа, потраплю. Спрошу. Можно, нельзя, что-то там, да, почему так не отвечают. Спасибо, что напомнили о себе. Сейчас звоню, вам напишем. Хорошо? Да, я жду ответ. Спасибо. Наталья Викторовна Говрова передала ваш номер телефона. Это из города Азова, из телерадиокомпании Пульс. Вас беспокоит Крымская ЛЭП. Согласование, съемки, репортажа. Я понял. Что вы хотите приснимать? Да. Ну, что вас интересует непосредственно? А запрос вы не видели наш? Я все написала запросим. Он глобальный, ну, допустим, там, подстанция Тамань или что, как вы будете готовить, что вы хотите. Территория Азовского района нас интересует. Как, что пройдет? Территория Азовского района это... Где он район-то находится? Азовский район находится возле города Азова в Ростовской области. То есть вы получаете звонить из Ростовской области? Представляете, да. Вот. Хорошо. То есть это даже не Краснодарский. Даже не Краснодарский. Краин. Даже не Краснодарский. Хорошо. То есть давайте скидывайте свой мобильный телефон и с вами свяжемся. Ну, вот как-то так, Виктор Петрович. Вы говорите во всем виноват Чубайс. Спасибо, ребята, спасибо Настя. Классно вы сделали этот материал. Показали вот на живом примере телефонном, как работают наши чиновники. Во-первых, они уже объявили секретом то, что не может быть секретом никогда. Они уже уклоняются от того, чтобы давать информацию, они просто работать не хотят. Виктор Петрович, о каком вы говорите средствами массовой информации об участии общественности в принятии решений, если мы полтора месяца пытаемся узнать, по какому маршруту пойдет ЛЭП, которая начинается на Цемлянской АЭС, через Ростов и через весь Азовский район, убивая АЛЭП-500, это самое крупное, практически самое огромное, что может быть из линии электропередачи, вот, АЛЭП-500 непростая линия, помните, песня такая была, это огромное сооружение, это выведенные из оборота тысячи гектаров земель в Азовском районе, почему-то нас это обеспокоило, мы хотим хотя бы получить информацию, они говорят, ребята, что вы волнуетесь, вам денег дадут, компенсацию, всем, кто попадает, и до свидания, и сидите, молчите, ну нельзя же, вот мы так деньгами и дону уробили, вам денег дадут, мне сейчас придут, скажут, да, возьми денег, не парься, уже говорили, не парься про плотину, там, про все такое, возьми денег. Так, Арсимович, отвечать? Конечно. Когда вы, когда вы начали эфир, и когда сказали, что хорошо работает, Светлая Петрович, он отвечает на все вопросы, я понял, что будет какой-то подвох. А это вы не в теме? Ну, не может быть. Я отвечу. Вот, отвечу то, что обязан знать. Поэтому, мне очень жаль ваших сотрудников, которые потратили сколько времени на то, что вот эти звонки. Я еще раз повторяю, для всех жителей, есть проблема федерального уровня. Это, в том числе, моя компетенция, понимаете? Виктор Петрович, мы... Алексей Михайлович, я давайте отвечу. Вы, пожалуйста, задайте вопрос депутату, я вам четко и внятно, квалифицированно дам ответ. Потому, что вы звонили по всем ведомствам российское энергетическое агентство. Но никакого отношения не имеет к энергомосту Тамань-Крым. Хотя, его нужно назвать вообще-то энергомост Волгодонск-Крым. Потому, что с нашей Волгодонской атомной станции, где будет введен энергомост... И он идет через весь Азовский район. Вот. Значит, как он будет идти? На сегодняшний день заказчиком является Минэнерго. Раз. Исполнителем является Россети вообще-то. Публичное акционерное общество. Это что-то да, эти врут все. А я не знаю, куда вы звоните, вы мне говорите. Ну, куда звоним, скажите, что... Второе. В Россетях есть подразделения ФСК, федеральная сетевая компания. Вот они и готовят сегодня всю проектно-аспетентную документацию. Они. Поэтому у нас пройдет до Ростова. От Ростова, где будет распределительная станция, пойдет под новой дорогой. Рядом с новой дорогой. Потом в Ново-Александровке поворачивает на Пешково. От Пешково прямой коридор по полям на Александровка, Староминская. И дальше уже Краснодарский край. Понятно. Исходя из того, что на сегодняшний день что сделано предпроектная проработка, ЛЭП-500 если не изменились нормы при моей памяти работая в энергосетях и теплосетях это 25 метров от крайнего провода 5 добавилось за время моего отсутствия 30 метров от крайнего правого провода и от крайнего левого. То есть вот этот коридор делается ЛЭП. И посредине между опорами там метров 80. Ну около 100 метров. Ну между я говорю об охранной зоне. Об охранной зоне. Она будет идти по полям. Если почему сегодня не могут дать четкий ответ а потому что идет предпроектное решение. Идет согласование отвода земельных участок. У нас сегодня земля в частной собственности. Любой человек может запретить на своей земле это проводить. Значит нужно ставить две еще опоры куда-то уходить. Поэтому идет четкое согласование. В администрации Азовского района есть примерная прокладка данного коридора. Все остальные решения будут только лишь после того как весь коридор будет согласован. Будут выданы технические условия. И после этого будет делаться проект. людям компенсируют за энный период лет выпадающие доходы за счет того урожая который будет уничтожен по расчету максимум максимум который был за период владения этой землей. Например у вас есть 500 или гектаров земли. получали 45 сентября земли. Упущенную прибыль. Упущенная выгода за период времени. Не за один год а за определенный период времени. За 10 лет. Дальше если в районе имеется муниципальный резервный фонд то кроме полученных финансовых средств от Минэнерго или от ФСК в первую очередь который является исполнителем вы еще можете претендовать на получение выпадающих гектаров земли за счет муниципального фонда перераспределения. Поэтому нам необходимо Крым обеспечить электроэнергией. Крым это здравница. Там выделено на федеральную программу уже начиная с этого года огромное количество средств для того чтобы построить дороги отремонтировать санатории а без электроэнергии понимаете это нельзя сделать. Поэтому для того чтобы вас интересуют какие-то вопросы вы пожалуйста изложите я завтра же нового кузила мы пытаемся получать информацию то есть мы как бы одно из немногих СМИ в стране которое занимается работает средством массовой информации спасибо вам а не пропаганды как все остальное 99% у нас сейчас пропаганда все это то что там происходит так вот мы должны имеем право по закону СМИ искать получать ее и публиковать информацию вот мы ее ищем а они по закону тому же обязаны нам ее давать а они врут вот врут и врут и то объявляют секретными эти материалы то перепасуют друг другу я вот об этом что же я вас буду трогать если я могу получить информацию там где ее нужно получать у пресс-службы не получили не получил теперь вот поэтому мы к вашему эфиру и подготовили вот эту вот кашу которую сейчас показали спасибо Виктор Петрович мы тогда последнее а что ж мы крайнее в этой программе а что ж мы вот так вот построим сейчас в Крым электролинию вот энергомост сейчас мост там строим красивый через Керченский пролив дорога от Ростова на Крым идет вот через Азов через Азовский район как бы считается это главная магистраль а на отрезке от Кугея до Александровки и немного дальше ну такое состояние что немцы только ушли с боями Алексей Михайлович опять вы будете знать первое что кроме дороги М4 которая успешно завершает свое капитальное строительство будет строиться дублер который будет проходить как раз по нашей трассе нашей трассе она будет идти по низу в Азовский район дальше Анапа и мы уходим на Тамань то есть это будет новая дорога она намного будет лучше чем М4 она будет высокоскоростная самое главное что это как раз развитие наших предпринимателей почему это продолжение нашей дороги конечно это будут автокемпинги это будет народное ремесло люди которые будут ехать в Крым они будут ехать это будут тысячи людей миллионы они будут приезжать проезжать мимо Азова в ближайшее время до 20-го года все это будет и будут здесь оставлять деньги потому что в Азове то есть мы здесь мы здесь оставляем кусочек дороги от Кугея до Александровки они там тормозят на ухабах а мы у них деньги не отнимаем вы как человек который проехал всю Европу это я не могу ездить у меня паспорт заграничный даже я не выездной депутата не выездной ни в одну страну мира поэтому я вас свожу скончайте с депутат сам поехали покажу как у людей я на многие годы решен этого удовольствия поэтому то что вы с западом все время нам говорите как там сделано когда человек ездит по странам Европы то он останавливается на 2-3 дня в различных городах смотрит достопримечательности любуется так и у нас будет будут приезжать сюда в Азов по дороге в Крым здесь будет 2-3 дня оставлять в бюджете немало количества денег а потом мы его кусочек дороги после Кругея мы у него будем отнимать все остальные поэтому ваша винодельная которая будет здесь развиваться она будет очень прибыльная вы будете получать огромные деньги надеюсь сейчас деньги к сожалению кончились потому что Госдума закон принять никак не может вернее правительство не может принять Госдума приняла закон не надо на Госдуму Дума приняла спасибо а вот правительство два года не чешется и его никак не может запустить действия а вот а Газпром отнимает последние копейки а землю мне продали по совершенно немыслимой цене потому что я аж не не свой а другая что-то телевизор и все такое но вряд ли я разбогатею с такой позицией будучи СМИ Виктор Петрович мы перебрали все возможное время и хоть хотелось бы еще поговорить в общем-то приглашайте я готов в общем-то вот я пытался подъехать но где же он некомпетент компетентный блин везде компетентный будем надеяться что и дальше вы будете в курсе всех дел и мы будем чаще с вами встречаться дай бог здоровья землякам мира добра благополучия спасибо будьте здоровы до свидания до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин